Доброе время суток, поклонники бокса. Бой закончился, Бивол и Альварес. Утро началось удачно, все ставочки у нас зашли. Кто подписывал телеграммы в чат, кто ставил со мной, все довольны. Да и без меня тоже ставили много там, ну, на своих ставках много тоже выиграли. Поэтому, ребята, вот так, как-то так. И поздравления там, парень поздравляет, говорит, Андрей Владимирович, Дмитрий Бивол вас смотрит, поднял блок. Раньше он его не поднимал. Хочу сделать маленькое замечание, то, что раньше Бивол давно работал с блоком. Давно. До Мышьянова, как бы, по-моему. Я точно не помню. Но потом он перестал работать с блоком. И поэтому начались, как бы, сомнения в его, ну, в его боксе с боксерами в профессиональной манере ведения боя. А сейчас он, в принципе, как Усик стал примерно, да. Я об этом уже говорил. И в чате, и в телеграмме. Ну, как Усик. Это хорошая работа на дальней дистанции, да. Когда какая-то опасность. Опасность тоже поднимает блок Усик. Вспомните. И с Хантером в бой, посмотрите. Там вообще работа от блока, да. И с Чисорой блок, как Усика спасал, в принципе, правильно. Поэтому, ну, блок это такое волшебное средство, которое помогает во всех ситуациях. Так, дальше, друзья, что можно сказать. Сначала давайте не будем торопиться про Альвареса. Ну, сейчас будут все принижать Альвареса. Ребята, никого не слушайте. Это эти аферисты, которые будут принижать, просто прикрывают свою задницу. Ну, потому что они всю жизнь трындели. То, что, как бы, Альварес плохой, Альварес плохой. Потому что Альварес, в принципе-то, перебил всех бойцов. И почему-то он плохой. Но, ребята, Альварес молодец. Могу. Все, что я могу сказать основное. И, чтобы подтвердить эти слова, ну, как бы, никто больше не поднимется в полутяжелый вес. Но этот человек поднялся. Этот человек дал бой полутяжу топовому, да. Этот человек помог нам, ну, в принципе, заработать неплохие деньги на ставках. И дал заработать Альваресу, ой, Биволу. Потому что Бивол ни с кем бы не заработал таких денег, правильно? И сейчас он, как бы, конечно, полутяжелый не его вес. Не хватает сил удара, не хватает мощи. С таким весом тяжело много двигаться. Ну, сейчас он спустится в более, в более свою весовую категорию. Это в суперсреднюю. И так же будет показывать нам интересные бои. Хотя он и там не в своем весе. Так что, ребята, Каннеле респект. Каннеле молодец. Потому что, ну, давайте будем честны с Биволом, там, я не знаю, с Бетербеевым. Ну, никто бы не простоял там все раунды. И не показал такие, как, ну, как вам сказать, тревожные моменты, которые мы видели, правильно? Ну, насчет подсчета судейские записки. Как мы, ребята, и говорили, как я говорил. То, что, ну, понятно, будут вытягивать своего. Это везде так. В Британии, в России, посмотрите. Поэтому нужно именно боксировать так, как вот показал Бивол. То есть, быть на голову выше, чтобы, ну, не было сомнений. И, пожалуйста, тогда никто никого не засудит нигде. Так, далее, ребята. По Биволу. Бивол интересно очень, друзья. То, что блок поднял. Не думаю я, что Мышьян с Мышьяном. Он там что-то тренировал эти блоки. Хотя, ну, кто ее знает, когда рядом не стоишь. Не знаешь ведь, правильно? Но посмотрите, как его спас блок. Так как, друзья, основная опасность в этом поединке была в чем у нас? Была в том, что когда Канело подойдет к Биволу. И что будет Бивол делать у канатов? Когда стоять был у канатов. Будет, вернее. Так как на дистанцию Бивол лучше по-любому. Это без вопросов, без вариантов. Но когда-то функционалка просяет, и он будет останавливаться. И вот здесь Канело будет опасен, как и для всех других бойцов. Но, что мы увидели, друзья. Блок от боевой провинции дал Биволу хорошие шансы. И вытащил его в этом поединке. Вытащил в таком плане. Когда Бивол уставал работать на дистанции. И выбрасывать энное количество ударов. Он что делал? Он правильный выбор сделал для себя. Он не отдыхал в отходе от Канело. Не бегал. А он стоял с блоком. То у канатов стоял. То около Альвареса. А в конце боя вообще уперся, да? Помните, у Альвареса и на ближней дистанции. Как мы говорили, то, что Альварес на самой ближней дистанции не работает. На ближней дистанции был более интересен, чем Альварес. Потому что для Альвареса главное. Это такая средняя его ударная дистанция. Блок у Бивола оказался лучше, чем у Альвареса. Но, ребята, когда встречаются бойцы уже такого профессиональной манеры ведения боя. То есть Бивол, видите, поменялся, видим, да? Прибавил к себе вот эти моменты с блоком. Упереться, сдвинуть соперников. Все мы видели прекрасно. То, что прибавил. И когда бойцы встречаются, вот Бетербеев сейчас будет. Уже среди этих бойцов нету плохих. Уже среди этих бойцов нету ни мешков там, никого. Потому что недоумки будут сейчас кого-то мешком обзывать. Ни мешком. Сейчас бы Бивол проиграл. Сейчас бы Руку Альваресу подняли, все бы говорили. Бивол мешок, да? Вот он выбрал Бивол, слабого соперника. Но у людей языки же они поганые. И когда уже вот эти бойцы, они на высоте. Кто вот с блоком, с давлением. Здесь уже лучше становится тот боец, у которого лучше блок. У кого лучше давление. У кого жестче удар. У кого лучше функционал. Вот эти качества. У кого лучше, тот в этой манере естественно будет лучше. Так что, ребята. Вот такие дела по этому вопросу. По Биволу, значит, давайте общую черту подведем. Альварес молодец. Спустится. Все равно молодец. Порадовал нас, да? В этот первый тяжелый поднимется. Там выиграет, проиграет. Все равно бой будем смотреть. Бой будет интересен. И пусть поднимается. Пусть радует нас своими боями. Но это не значит, если он проиграет то, что он какой-то там мешок. Правильно. Вы, ребята, будьте умнее. Вы не слушайте дураков. Понимаете? Пусть Чарлот поднимается. Там еще кто-то. Какие-то боксеры. Пусть там Кроуфорд, я не знаю, поднимается в полутяжелый вес. Но никто же этого не будет делать. Альварес это делает и пусть делает. Флаг ему в руки. Будем на ставках зарабатывать. Будем смотреть. Будем переживать за наших бойцов. И бойцы, которые будут драться с ним, будут получать хорошие деньги. И это никак не принижает Альвареса, ребята. Так, по Альваресу определились, да? Так, по Биволу. По Биволу. Ну, вот опять, смотрите, остался у нас Бивол, да? Сейчас у него манера профессиональная. Еще раз повторюсь, ребята, не думаю, что Мышьянов это дал. Если Мышьянов это ему дал в тренировочном процессе, то респект и уважение. Значит, как и в чате ребята говорили, Андрей Владимирович Бивол смотрит ваш канал. Поднял блок, да? Или Мышьянов смотрит ваш канал. Так, вот смотрите. Дистанции, да? Работа на дистанции, опасность, ближняя дистанция, блок. Сейчас Бетербиев то же самое. Дистанция, что-то опасно, поддавливание. Помним, да? В последнем бою. Блок у Бетербиева, правильно? И сейчас найдет коса на камень, значит. У кого блок жестче? Кто лучше работает на ближней дистанции? Кто лучше работает в клинче? Потому что клинч тоже будет где-то. Бивол тоже, смотрите, как интересно. Канал Кличевал, да? Канал поднял его, а Бивол молодец. Держит, душит, давит. Но есть такие приемы в профессиональном боксе. Их никто не отменял. И отдать рефери должное, да? Ни замечаний не делал, ничего никому. Все четко. Не было признаков явного заслуживания. Заслуживание, как бы. Так, ну, вроде все, ребята, вам разжевал. Не поддавайтесь на провокации. Сейчас с недоумки будут все визжать. Канело мешок, там, так далее, и так далее, и так далее. Все это чушь. Смотрите бой, думайте своей всегда головой. Понимаете? Как мне вот, допустим, тоже в чате. Андрей Владимирович, а вы будете ставить на... Ну, почему вы не ставите на Канело, допустим? Я говорю, ребята, я не хочу, чтобы вы проиграли деньги. Понимаете? То есть, бой, понятно, будет там, не поймешь как. Потому что и Канело у нас, да? Не в своем весе. Непонятно, как он, набрав вес, себя поведет. И Бивол, как он будет? С блоком работать? Без блока? Или будет на дистанции все время убегать? Работать вторым номером? Если бы он убегал вторым номером, работал Бивол, то я бы не удивился. Да и 100% Бивол бы проиграл бой, и, возможно, был бы он окраутирован. Но видите, как человек меняется? Сдвинуть. Раньше, помните, когда я еще года 4 назад хвалил его? Именно хвалил за то, что он работает на средней дистанции, работает с блоком. Потом вот он с Мышьяновым как бы опустил блок. Но сейчас по какой-то причине поднял его. Так, ну, всем удачи, ребята. Все, кто выиграл на этом бою. Поздравляю, кто делал ставки. Это раз. Во-вторых, ну, Биволу респект. Теперь Бивола ждем с Бетербеевым. Потому что, ну, эти бойцы будут уже драться в своем весе. И это будет уже такой, ну, интересный бой. Уже два наших бойца. И бойца, которые работают в профессиональной манере. Прекрасно помним и Бетербеев, как поменялся. Когда, помните, мы его все время чехвостили. Когда он работал без блока, без давления. А потом он постепенно, постепенно начал давить, давить. Поддавливать, поднимать блок. И в последнем бою мы просто увидели то, что он зайдет с блоком за соперником. То есть люди, видите, как меняются. И хорошо, что наши бойцы, которые наверху, меняются. Потому что, если бы они не поменялись, их бы сейчас выбили. Правильно? А если бы их сейчас выбили, то на кого бы равняться нашим российским боксерам. Ну, все, друзья. Подписывайтесь на наш канал. В чат, в телеграм. Пока бесплатно. Заявочку подаете. Я рассматриваю. Кого принимаю, кого не принимаю. Всем пока.